Всем привет! Сегодня мы будем пробовать национальные блюда Армении. Да, тут будет подборка из тех разных блюд, которые нам удалось попробовать на протяжении 4 месяцев. А значит, самое лучшее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. Ну и, конечно же, первое блюдо, которое мы решили тут попробовать, это долма. Наверное, самое известное армянское блюдо, которое я, естественно, знала до приезда. Поэтому мы решили начать с него. Что интересно, я не совсем понимаю, как правильно называется долма или толма. Потому что в меню в этом ресторане написано долма, а в других я видела толма. Пожалуйста, разрешите мой конфликт внутренний, мне нужно знать правильный ответ. Пишите его в комментариях. А я буду пока пробовать. Называется долма из виноградных листьев. Собственно, потому что рулетик сделан из виноградных листьев, а внутри какое-то мясо. Сейчас посмотрим. О, какой кислый. Поначалу кажется, что блюдо очень кислое. Наверное, это виноградные листья кислые. А внутри фарш получается не кислый. И в итоге послевкусие нормальное. То есть довольно интересное блюдо. Такое небольшое. Им сложно объесться. Это идеально в летнюю жиру. Что интересно, подается это блюдо с небольшой порцией мацона. То есть такой кисломолочный продукт, который является соусом для блюда. Это красивое блюдо называется хашламан. Это ябнятина вареная с перцем и помидорами. Будем пробовать. На вкус, в принципе, как и на вид, максимально предсказуемое просто вареное мясо. Мы решили попробовать очень популярную тут лепешку. С очень необычным названием. Пашингяло в хад. И пришли для этого в специальное место, где подают только эту лепешку, а никакой другой больше еды. Вот так она выглядит. Это хлебная лепешка с разными травами. И считается такой национальной едой в Арцахе. Вообще, нас встречается очень много людей. Не только нужно в специальное место идти, чтобы ее попробовать. Просто мы так решили. Потому что здесь, наверное, самое настоящее. Блюдо довольно пресное. Но здесь есть специи, чтобы приукрасить вкус. Вкусные форель на мангале с дымком около озера с красивым видом. Что может быть лучше? Еще одно блюдо, которое нам рекомендовали попробовать здесь, на озере Сиван. Это гата из Сиви. Мы думали, что гата это только сладкое что-то. Но оказалось, что рыбная гата тоже есть. Советовали попробовать. Вот будем пробовать. Это такая рыба в панировке. На мой взгляд, еще бы соус тартар. Мог бы сюда зайти неплохо. В целом, неплохо. На повестке дня у нас традиционный суп называется Спас. Да, как будто глагол прошедшего времени, он Спас. Но нет, это суп. Это такая пшеничная каша на кисломолочной основе. В данном случае с мацони. Такова я точно, как гранела. Масляная такая с зеленью. Точнее, не она, а он суп же. В общем, да, видно, что здесь есть пшено. И он горячий. Потому что обычно такие, мне кажется, белые супы могут быть холодные. Типы крошки, там еще чего-нибудь. В принципе, довольно интересно. То есть, это все-таки не каша, а пшено, ну, отдельно друг от друга, но не склеенное. Поэтому интересно, да, что пшено такое, мацони действительно кисловатый. И такой вкус маслица. Сегодня я решила попробовать блюдо, которое называется Ифли Кюфта. Ну, само блюдо, наверное, называется Кюфта. Оно бывает разной разновидности. В данном случае Ишли. Понятия не имею, что это значит. Но что-то мясное в составе говяжья вырезка, крупа, специи, кажется, что-то еще. Выглядит очень необычно. Такие небольшие котлетки, наверное. Кстати, чем-то похоже на фалайфель по виду, но с хвостиками. Ну, да, получается, что это такой фарш. Напоминает, соответственно, какое-то блюдо из фарша. Может быть, перцы фаршированные или что-то такое. Я небольшой специалист по мясу, поэтому не могу точно определить. Но, в принципе, вкусно так. Немножко перчено, потому что есть специи. Не супер горячие, это, наверное, ну, не знаю, не совсем это как прям горячее блюдо, мне кажется. Скорее, как какая-то закуска. Интересно, что к нему подают лимон, хотя это не рыба. Поправим с лимоном. Но я, конечно же, решил взять, попробовать в очередной раз шашлык. В этот раз, правда, из говяжьей вырезки. Здесь это одно из национальных блюд, если не самое главное. Поэтому надо его пробовать при любой возможности. Мягкое, с идеальной прожаркой, ароматное. Очень вкусное. Я бы так не сделал. Еще одно необычное блюдо, которое необходимо попробовать в Армении. Называется хапама. В данном случае называется хапама с лавашом. Тут не очевидно, что есть лаваш, возможно, тут его кусочки. Это что-то супер необычное, потому что это принесли в тыкве такой маленькой. Ну, собственно, она здесь есть, только ее разрезали прям при мне. Запеченная тыква подается вместе с этаким пловом. То есть такой рис с изюмом, видимо. Ну, сейчас попробую. Получается такое хрустящее блюдо, потому что лаваш. Такие маленькие кусочки хрустящие. Блюдо сладкое, хотя вроде соленое. В общем, десерт не нужен, выгодно. Мне досталось попробовать блюдо, называется тажевжик. Здесь из телятины, был еще из ягнятины. Но по ягнятине я пока не соскучился. Нарезанное мясо в соусе с луком. Это такая вкусная печень. То есть если я, допустим, печень не люблю, но если вот ее делать так, то это вкусно. Попробуем еще лохмаджо. Я уже пробовал в одном месте. Зашли в специальное попробовать. Я взял с мясом и сыром. Вообще это такая лепешка, внутри которой начинка. Начинка может быть раз, но сыр или мясо здесь. Со специями. На мой взгляд слегка солноватая, но очень приятно, что она такая теплая и разогретая. Здесь конкретно солноватая. Для этого я ел, что было более приятное. Такая, более контраст вкусов ощущался. Там было мясо и такой слегка тисло-сладкий вкус был. Здесь просто такой соленый мясной вкус получается. Ну, в принципе, тоже достаточно вкусно. Что прикольно, в некоторых местах есть вегетарианская версия с сыром без мяса. Ну, такая просто классика всех народов и стран лепешка с сыром. Это мое любимое блюдо. Я думаю, что сам сыр просто соленый. Не то, что они там переборщили соль. Просто такой сыр. Ну, наверное, Руслану так показалось. А я люблю соленое, соленый сыр. Лепешка очень впустящая, сыр горячий, расплавленный. Идеально. Конечно же, будучи в Ереване, нужно обязательно попробовать икату. Это такой десерт. Сейчас посмотрим, из чего он состоит. Сколько же ее за штуку? Мне кажется, это можно так описать, как что-то между печенькой и булочкой. Наполнено оно сухофруктами. Скорее всего, курагом. Но, по-моему, она бывает очень разная. То есть, готовят ее на свой вкус и цвет. В магазинах также очень много разных вариантов. Просто с сахаром, без ничего. Очень прикольно. Вторая сладость, которую хотим попробовать, это фахлава. Она является национальной сладостью во многих восточных странах. Попробуем, отличается ли она от фахлавы, что мы уже пробовали раньше или нет. Она более сочная, чем мы в Москве едим. По виду и по смыслу похоже на то, как мы в Москве едим, но чуть-чуть другая. Она такая более сочная и как будто более сладкая получается. Вот мы попробовали все, что хотели из армянской кухни. Что тебе понравилось больше всего? Мне понравился больше всего шашлык, конечно. А тебе что? Ну, а я по сладостям, поэтому мне готов. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какое блюдо армянской кухни нравится вам больше всего. Подписывайтесь на канал. И пока-пока. Пока.